конкретно то что про облетники большая ругань у нас была про дрона за мальпрации где вот есть места где труд не собираются это конкретно в германии обсуждается последние годы как найти его и как бы это место вот я бы нашел с удовольствием то есть теплое место заветренное место вот короче и от конкретных гул вертолета стоит вот допустим вова карла вот форма нашел себя место это вот то есть это на искать ну по кругу ходите искать где шум стоит то есть когда хорошая погода хоть ну ну прикидывшку площадь надо пойти чтобы найти то есть как бы случайно можно идти а чувак один со швец со швецы со швейцарии приходил он нам был столиком короче презентацию должен был прислать но не прислал они ходили у фермеров спрашивали потому что все равно фермера больше в поле лазит фермера а потом от эти местные для нигде вы не слышали типа такого места где вот вообще шумит там реально они га слышали и короче нашли тоже но благодаря вот этому и каждый год это место на одном и том же месте это система отопления для четырех домов я а если не видит пирогу по идее ангелин войска вот вот далее едино пока мы здесь пока мы здесь вот это напыление но судимы шутка так и в принципе а не полива и хандачей куму лет в общем это поле странного напыления которые только в мире во всем мире делал только они от нас и нудески что он удается армия не вернулись маркаде и несказанным и на петербурган потому что это очень сложный процесс. В общем, это они делают с 1984 года, если я все правильно понял. И только они единственные в мире это делают. Никто не может больше этого делать. Эта оборудование имеет высокую хердоверность, чем бетон. Бетон имеет определенную хердоверность, и эта оборудование является хердоверность, чем бетон. В общем, это покрытие, оно тверднее, чем бетон. Да? Это значит, что здесь может быть спештом. В общем, я тут не забуриться. И по стереопору, это проблема, что стереопор шрумпит. Если стереопор фрис продуцирован, шрумпит это 5%. Если ты производишь улья из пенопласта, они 5% сокращают. За год. Поэтому, новые ящики производят больше размеров, чтобы они через год встали на свое место. Нужно около 1-го года, чтобы они оригинальные размеры. В общем, в течение года они в оригинал приходят. И это делают многие, которые производят. И если ты обрабатываешь, 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 обрабатываешь. обрабатываешь. Хорошо. До свидания. Стоит. И тогда вы берете стереопор. И только вместе с пенопластом. Когда она вытаскивается, вытаскивает, вытаскивает 120 градусов реакционное время в стереопор, вытаскивает стереопор и степает стереопор. Не уйдет. В общем, при нагревании, как я все правильно понял, происходит расплавление пенопласта. И напыляется, и происходит связь. То есть сплавление. длинные. здесь не можешь не обрабатывать. Можешь попробовать, ты можешь это сделать. В общем, как бы ты не оторвался, не получится чисто оторвать. Ты оторвешь вместе со шкирой. Но как я сказал, это весьма Но у нас, многие пробовали. Очень много фирмы, это очень ярко. Это секрет фирмы. Многие пробуют, но у них не получается. Они единственные в мире, кто это делает. Я сказал, как бы, но хайна фрага, шайки, шторы, у вас вегендизы, ноя масса. Да. В общем, кто держит этот корпус, это все говно. Если у тебя все в одном размере, может и все менять, и все взаимодействие. Один размер рамки. Я не могу ничего делать. Я не могу ничего делать. С этим ты ничего не можешь делать, потому что большой размер тяжело. Это просто идея. Кто-то придумал все. Кто это хочет, это окей. В общем, кто хочет, тот получает. Но сам он считает, что должно быть все на одном размере и меняться. Это задний двор, да? В общем, эти все задние здания производственные идут туда еще. до сих пор. До сих пор. Мы еще с собой взяты как подсобное хозяйство и земля 100 гектаров. которые тут же вместе все идет. Мы здесь еще хвины, шавы, лошади, лошади, и все возможное. В общем, вот там у них склад еще есть. О, там склад тоже есть. На обратном пути. Здесь есть ровная машинная работа из храма. Вообще, это столярка. Это из 1932, из моего рода. 1932. 1932. 1932. 1923. В общем, 1932. Сегодня они не там. Сегодня нет плотников, но он не знает, почему их тут нет. В общем, тут коммунизмус. В общем, раньше работал от 4 до 5 столеров, а сейчас только два. Теперь, как все капиталисты, Горзак едет на островы. Вот это шлифовочные корпуса притирать или что они именно? Это тарелочная шлифовальная машина. Ну, корпуса именно деревянные или... Это сферцарги, да? Да. Это сферцарги для корпусов. Для корпусов. Сферцарги? В общем, производится на сегодняшний день все в Польше. Это подпускает все маленько, но главное это все работает. для фрезы подача идет механическая что протяжка насадки меняешь это протяжка вообще-то фрезерон и станок это протяжка ты ж руками в германии все я так понял весь такой инвентарь у ли корпуса производится в этом цех нет только ваня если бы ты ушел рядом стоял там все рассказать все производство на сегодняшний день в польше потому что это лишь дешево все ты ходи рядом часть производится большая часть производится раньше тут работала 45 столяров сейчас радостные 2 потому что выгоднее производить в польше да и понятно я просто съемка я не слушаю ты стой рядом если надо что-то нормально ты ушел и не знаешь что человек рассказал сразу это самое а сейчас перерассказываю ты должен стоять там где говорят удано вас не продают это данная алла сангиба в общем тут только производят а сборка идет в основном здании все нам диска ищет вилочки играю все чисто очень детали что они собраны надо зитал улерн виден там пропаганда вышли со двора и переходим другой это мы идем на пасеку да это очень Примерно тысяча штук у него их. Это вот пыльце-уловители, пыльные сборники, пыльце-сборники. Кмарбург, Горзик, Кастер. Это сито. Попросил Денис, чтобы показали конструкцию. Это очень достаточно просто. Пыльце-сборника. Это еще не чистый. Еще не чистый. Но это все нормально, да? Это не хорошо. Если они так третий, то это не хорошо. Показа чисты. Нет, это не так. Это будет в поле. Не в поле, но в поле. В поле, в поле. В поле. Пыльцы не понимают, что там это стоит. В поле, в поле. Выходит. 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 И, видишь,obe se, не только сетка. Вопрос в том, почему вы не имеете лёха, но гиттеры? Но сегодняшние все уже с круглыми дырочками. И металлические. И потом туда всё падает. Тысячу килограмм где-то примерно в год они это делают. Коллега. Ящики для насыпки, да? Да, это просевка. Просевка, ZIP. А что вот это? Да, да, вон что здесь загорит. Спроси, как верят пыльцу. Сейчас спросим. Без оба, без оба. Это для обработки от клеща, да? Это испаритель гислоты. Для обработки клеща. Да, в интернете я видел такие ролики. Обсамат. Обсамат называется. Можно прочитать в интернете, но в Германии это не разрешено. Да. Ну, я видел такое. Ролики. А можно спросить за пыльцу, как они её обрабатывают после сбора? Да, веют. Да, это Махао, и Порин, и Украина, вагинди-райнигунг, вагинди-тенештаб, вагинди-райнигунг, у него есть машина, которая тут. А вот это в Поль, Лизон, пожалуйста. А, Лизон, пожалуйста. А её нельзя посмотреть? Камерди-райнигунг, она в магазине стоит. О, класс! Сюда расставляются подставки, да? Апи-дей, тут и там ещё. В общем, все тут тысячи штук, все выставляют, вот на эти специальные стеллажи, и там ещё место. Апи-дей, апи-дей, вагинди-райнигунг, апи-дей, апи-дей, апи-дей. Апи-дей, 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 Апи-дей. Вот, 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 вот. Смотрите, вот, вот, вот этот вот покрытие, вот это вот покрытие. Апи-дей, это когда только упал, то есть он раскололся, а этот всё... То есть вот, когда упал корпус, это откололся, а это как было так и было, но стабильное, то есть это не так просто, как сказать, сломать. Если обращаться свечу хорошо она будет работать. В общем, когда они отправляют куда-то по Германии свои ули, если где-то при транспортировке, то есть по какой-то вине, чьей-то вине происходит повреждение пакета и происходит откол какой-то, клиент звонит и недовольный говорит, типа, туда-сюда, он говорит, возврати мне мой поврежденный корпус, а я тебе дам новый. И это вот сам он использует эти поврежденные корпуса у тебя нападет. Каких пчел? Карника. Карника. Варумур карника. А бакфас пробовал вообще? Нет. По какой причине нет? Почему это? Да. Если идут люди по пчелам, они ничего не пишут. Примерно 500 семей. Ни на одном точке ничего не пишется. Если он приезжает на один точок, он всех смотрит. Он видит вот это, если нету, а там нету. Он смотрит на свои метки. Зеленый обозначает, при последнем осмотре было топ. Который обозначает, что у него нету, а там нету, а там нету. Все хорошо. Все как при святофоре. Если ты видишь зеленый, у тебя все хорошо. При последнем осмотре были яйца, была матка, был расплод. В общем, не было маточников. Да. Хороший общий, следующий положении яйца белак,Hello. Вы full пол 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 пол. Это означает, что ни курина не должна смотреть. И если я к Пиненстану и вижу два раза рот, то я делаю это. Потому что я шеф, и другие люди делают боб-боб-боб. Я сразу знаю, что я должен обмазать. Поэтому мы только делаем все с рейтбетт-шифтами, и я всегда могу видеть, что происходит. Когда они приезжают на штанг, по этим пунктам он видит, то есть если зеленый, то все хорошо, и он может воткнуть зеленый к оранжевому, это внимание, как на скитафоре, надо смотреть. Или два красных, нет матки, нет засева, то есть, ах, красный, внимание, внимание. И тогда он сам смоет эти семьи, а другие рабочие смотрят те семьи, которые благополучные. Потому что он мастер и шеф. И внизу, он мне говорит, что они родители. Какие родители родители? Внизу это метки возраста маток. Это дизель 2017. Внутри транзимции. То есть цвет матки. Цвет матки. Цвет матки. А матки немечены, я самим по себе. И если этот значок будет тут, то есть, что они не имеют значок. Если это не значок, то нет метки о политике. То есть, она не маркирована. Вот, да. Атом марки. Это справа, она маркирована. Вот, да. Внутри вне есть девушка, в желтой, а в двух лет. Внутри, да. И она не имеет значок. В общем, эта матка была в 2000, получает 2000... 2006. В 2016 году, то есть желтая, эта матка не помечена. И если вы хотите его вот так, Bolsonaro, то Vladimir, ты не поверил. В общем, когда вот так помечено, он знает, что тут матка не помечена, и когда они будут отводки делать, сюда пошлю человека, который очень может хорошо искать и долго искать, потому что немеченую матку намного тяжелее найти, чем медченую. Этот человек придет, то есть заранее будет утробой. Тот человек, у которого есть время, который хорошо видит. Когда матку найдут, ее сразу пометят и значок переделывают направо. Тут все как племенные матки, в общем, это племенное ядро по нашему. Тут все. В общем, все оттуда это все племенное ядро, или осемененное, или на облетнике. У него у самого полностью вся пасека пенопласта, хотя они производят деревянные улья, мы уже были в столярке, они все равно используют очень редко деревянные для каких-либо исследований. то есть пенопласта лучше. А поскольку нуклеусов ставят на такую досточку? Не можешь это сказать, жена знает. Ну плюс-минь. 15-20. По всем вопросам обращаться к женщинам. Как идет обработка клеща? Кислотами там? Я думаю, что кислотами вас против. В общем, здесь у нас есть вопрос, который будет обработка. Почему он работает? Он работает, он ведет обман. Так, мы работаем с этой оксалковой датампу, вот они работают с этими, что мы видим наверху, это испаритель кислоты. Да. В августе 4 раза, на отчетчике 4 часов, с расстоянием как-то... периодом 4 4 5 4 5 дней 1 грамм оксалозауре продампфен один грамм кислоты испаряют там машина сканды нохмаль им октабр второй раз он идет в октябре обвинут рима тогда только три раза цикл инфия до 5 4 5 дней он и мэтт и в марте нету муравьи не мальчиков да здесь есть и динамори landwirtschaft noch тебе техника которая для сельского хозяйства такие 100 гектаржа не пища кума венера 1 я хочу обратить внимание что все открыто да да еще не металл обратно за гиппы с Проблемы в Дипштайле уданох вас, проблем с воровцом нету. В общем, тут все по мелочи сложно, что используется в сельском хозяйстве. Сейчас, к сожалению, вот так как есть грязь. В общем, этот квадрат все принадлежит фирме. Это электропостативный, да? Да. Он хоризонт? Ха? Он хоризонт и... Хоризонт, да, да. Мэттенкорбах. Да, да, да. Ну, вот здесь у нас есть фадер-вольга. Сюда... Как еще раз? Сюда и здесь фадер-вольга. Фадер-вольга. А, фадер-вольга. Это всё отцовские семьи. Вот это вот всё отцовские семьи. Для бегатума. То есть доминация обе. Сюда и сухт-вольга, там unten, и вот здесь фадер-вольга. а тут, то есть там материнские семья, тут отцовские семья. Вот тут вот, где мы видим вот эти спиленные деревья, это все, как сказать, не пасека, стачок для семей, для эпидея, для нуклеусов в общем. А и там нуклеусы, и тут нуклеусы. И тут, вот здесь, видите, это опять же, и здесь не помечено. В этом месте матка не помечена. То есть нечено и не помечено, все желтые, все желтые. Какое вообще количество семей они держат? До 500. До 500. И вот здесь, у нас была установка в поле, в поле, всегда холблок, стены и брызги. Три точки выглядят так вот, это короче вот эти шлакоблоки, две доски и... На одном вот этом, как стоит месте, вот этом стоит пять семей сего. Сколько человек обслуживает? Именно пчел. Ну, это... Ну, это... Ну, это... Ну, это... Три точки зрения. Короче, помощник. Не студент, именно кто учится на пчеловодах, еще помощник. Я могу в людях ошибиться, но, в общем, делает все семья, и один есть подсобный рабочий, так его назовем, и есть студент, потому что мы образовываем, ну, вот с собой разгар. То есть это предприятие может обучать людей. Такие большие... Такие большие... Такие большие... Плески, почему маленькие... Кирпичи? Да. Такие маленькие... Кирпичи. На крыше летает. У меня есть вопрос, почему большие... Кирпичи... 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 Только зимой. А... Музыка... ...той, я найду и надо раздаться, и смотреть, и делать. И здесь нет никакого случая. В основном, что вы��тать не только это. И здесь мы нашли этот пчеловог, чтобы стены подшипетки и поставить их сюда... И тогда они будут запрошены в воздухе. Так что, больно, они стоят уже со стороны. Вообще, вот этот вот ураган, это все. Такое, что вы положили... На 점е, например, вы хотите сделать этот спект... Нормально, да? Нормально. Нормально. в общем летом стоят туда потому что пчела заходит то есть она не падает вниз а если вот так будет стоять я тебе будет удержаться и будет долбить долбить пока не продолбит а если сюда то есть получается снега падать еще из-за снега си так то снег будет наполняться он флюбрит хабанзи нету плетом до сна льда сфильдов аффентик в общем если вот эта улица и тут вот это и будет прилет на доску и на брус wenig флюбрит мара музык и мы wenig den кастин англандер фрунда мультура инстеки мустом а алифмит а вообще прилетка для них это лишняя работа на когда ты работа что пойдет то еще что вот это вот расстояние то есть когда сюда все сдвинуты то есть прилетка уллит книг за схеме дитр самым веке дэвэм сейчас они все из-за того что было тепло соединить у меня мерц на язвэн это два и они азнанта к местной все раздвину это сенья филе ах кунт ничтит унс коммин фону и ненады что с угрозы с ноги клиента даже не представляет насколько небольших раз за приятно этого просто не видят предприятие работа 20 людей вот человек большую часть времени он проводит на природе сельскохозяйка на всем предприятие пересылка сельскохозяйство бюро я значит чего хочу обратить внимание да то есть человек владеет этим делом он сам посадите кагадет там еще металлопереработка идет в там далеке где-то и там вот там это что мы делаем что-то разное как холодерман холодерман говорит о том что они не купили они не купили они не купили они делают у нас В общем, с точки зрения стратегии Хальтерман он только торгует, это очень большой, как сказать, торговая сеть, которая занимается только торговлей, но не как они, и поэтому у них совершенно разные стратегии. Поэтому мы можем видеть работника, который работает, хозяина, и который как бы не хозяин. Мы работаем обычно с Абифонда, то есть с фестой футбол. Они работают не с сиропом, только с канди. В общем, они кормят только тайгом, вот эти 15 килограммов бросают на 7 и 4 недели они нет проблем. В общем, пчелы это все едят 4 недели. И после этого они заканчиваются. Валилия и пары. Валилия и пары. И так как они находятся? Валилия и пары. Это все шеи с 2 лампами. Смотри, какие хвосты большие. Я что хочу сказать, что все хвосты убивают. Это еще и другие расы. Это не только зирные, они стоят около 300 евро. Один баран стоит 300 евро. Это самые нормальные. Это лампы. Там леночка, вы видите. Это с гляхи фарбы. Это коба. Коба. Какие эти кругляшки, да, такие? Угу. Вот там лошадь. И мы офис. Офис. Хрю, хрю. Все по нашему. Камешек. Камешек. Хрю, хрю. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Это все эко. 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 Да, да. Типичный немецкий павловков. Крестьянский дом, когда ты можешь ходить в здание и с сарая. Постройки. Понимаешь, что я имею в виду? Да. Сюда солома хранится сено наверху. Ты можешь и сарай, и в домах ходить. Ну, то есть не покидая улицу. Ну, поэтому мы ходим на улицу. Это буричок. Мерен. Короче, свекла, морковь. И, в общем, они только кормят тем, что они сами производят. Со своих полей все. Ничего искусственного, все натуральное. То, что мы ели у всех в деревне. Это все очень старое. Это все очень старое. Сотохранилище. А что это? Эсихсор. 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 В общем, это сотохранилище. И тут пахнет на муравьиную кислоту от обработки от моря. Эсихсор. Это все. Вот смотрите, вот. Светлое. Вот. Все рассортировано, помечено. Светлое сушь. Эсихсор. Да. Тут короче сушь, которая засевались, бруты, ну, то есть, ну, бежевая, или как она называется, темная. Это все бруты, то есть, это светлое, потемнее и все рассортировано. Опять светлое. Это только цандер, но мы также обычного. В общем, тут два размера и рассортирована по сортам, то есть, где хранить. В общем, вверху все, что 500 семей, все пустое корпусы, крыши, донья, все наверху хранится. В общем, когда говорят все про Европу или что-то, вот эта дробилка такая вот, в общем, все дробится и собственная скотина кормится собственным зерном, так скажем. Закрытый цикл. Да, это все, что-то, что-то, как в Холдерман или Фритц или где-то. Так, так. Здесь живет моя девушка. Здесь живет дочь. Здесь живут помощники из Польши. Здесь 4 человека. И они живут в следующем доме. И вот здесь мы делаем Имер-маркет. И вот такие вещи. И вот здесь мы делаем Имер-маркет. И вот здесь мы делаем Имер-маркет. Это для вкусного зона? Нет, Имер-маркет. А, это очень важно. В общем, по мелочке уже сделано. Это узкий пресс, старые рамки дарят, вот еще один. Это узкий пресс, то есть его растапливают вовс точно так же и заливают. В общем, они сами производили и по всему миру переставают. В общем, там где вот этот шток выходит, туда идет тарелка. Вот так вот по нашему городу. Это тарелка железная еще одна. В общем, постоянно циркулирует вода и делает воск ну как жидким. 90 градусов. 90 градусов. В общем, вода циркулирует, превращает воск в кашу, то есть растворяет, пресс постепенно рисует и окна все остаются в мешке, а воск уходит. Гидравлика ломалась и поэтому он тут стоит, сейчас они подремонтировали. К сожалению, больше он ничего не имеет. Это термометр? Нет, это фонарик. 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 Ага. В общем, 7 генераций. генерации живет на этом месте вот это отличается как вот мы ехали в машине разговаривали что люди вот немцы да они как бы такие как ну а копаются на одном месте сидят стандарт капитальный за хаус и там он вот это и вот они сами дадут пюро тут вот бюро ангел азитов то дочь полна сам будет полным дочь с польши помощники бюро и вон и дом тут живет сынок в этом красном доме а а а а а а а а Лебендика. Знаете, я снова шли мои сальты. Знаете, что он сказал? Он сказал, что это отличие немцев от нас, русских, так скажем. Он сказал, что это все старое, но принадлежит меня не бан. Продолжение следует...